Здравствуйте и добро пожаловать на серию видеоуроков о выпуске новой версии сетевого программного обеспечения RDNet 3.0. В первой части будет представлен обзор программы и рассмотренные основные приемы работы. RDNet это программное обеспечение, позволяющее контролировать и изменять в реальном времени системные параметры всех активных громкоговорителей РЦФ, оснащенных платой RDNet. Это означает, что благодаря ДСП, встроенному в каждую колонку, можно управлять отдельным кабинетом или группой кабинетов, например, изменением чувствительности, задержки, эквализации, а также контролировать в каждом кабинете температуру усилителей, скорость работы вентиляторов, напряжение питания, достигая тем самым полного контроля за устройствами. Мы также можем проверить наклон кабинета, если он подвешен, потому что внутри каждого модуля линейного массива есть инклинометр. Это действительно полезно. В случае, если мы подвесим систему с двумя точками подвеса и двумя моторизованными лебедками, глядя на инклинометр, мы сможем наклонить кластер быстро и без сложных измерений угла наклона. Мы можем сказать, что RDNet это мощный инструмент, который позволяет системному инженеру существенно экономить время настройки систем. Подготовка занимает буквально несколько секунд и возможно управлять, например, различными конфигурациями сабвуферов, такими как Endfire, Gradient, Sabark, а также компенсация высоких частот в соответствии с условиями температуры и влажности, использовать технику коррекции массива с целью улучшения покрытия дальнего поля и так далее. Важно подчеркнуть, что RDNet также является безопасной системой, поскольку это удаленное управление. Действительно, все процессы DSP происходят в каждом отдельном устройстве. Это означает, что если по какой-либо причине компьютер теряет связь с устройствами из-за нестабильной проводки, сбоя компьютера, отсутствия сети и так далее, система будет работать без проблем. А теперь давайте запустим само программное обеспечение. Главное окно программы RDNet разделено на четыре области, каждая для отдельной задачи. В верхней части окна отображается текущая версия программного обеспечения и название проекта. Меню и панель инструментов. Панель меню содержит программные команды и инструменты. Вы можете напрямую обращаться к часто используемым командам, не открывая выпадающих меню. Рабочая область. Все устройства, подключенные к сети RDNet, отображаются здесь в виде значков объектов. Каждое устройство соответствует уникальному значку, который можно свободно перемещать внутри рабочей области. Также есть строка состояния, в которой отображаются сообщения и информация о системе. Количество и тип подключенных контроллеров, Ctrl-8 или Ctrl-2, версия прошивки контроллера, подключенные колонки, величина масштабирования, время и тип последнего события, статус логического идентификатора Logic ID, текущее состояние подключения оффлайн или онлайн. Прежде всего мы должны подключить контроллер между компьютером и громкоговорителями. Контроллеры RDNet позволяют связать программное обеспечение RDNet с колонками. В данном случае у нас нет подключенных контроллеров, поэтому мы должны их добавить. Более подробную информацию о подключениях и кабелях можно найти в руководстве на нашем сайте для каждого продукта. У нас есть две модели контроллеров. RDNet Control-2 – это двухпортовый USB-интерфейс с автономным питанием. К каждому порту можно подключить до 32 устройств, но только один Ctrl-2 может быть подключен к компьютеру. RDNet Control-8 оснащен 8-ю портами и может подключаться по USB или Ethernet. Даже здесь можно подключать до 32 устройств к каждому порту. Для максимально 256 громкоговорителей, управляемых одновременно. При использовании USB-порта к компьютеру может быть подключен только один Ctrl-8. При использовании Ethernet через выделенный маршрутизатор к компьютеру можно подключить до 20 штук Ctrl-8. Один компьютер нельзя одновременно подключать к Ctrl-8 и Ctrl-2. Давайте вернемся к программному интерфейсу. Как вы видите, у нас нет контроллера. Перейдем на страницу контроллеров и подключим наш Ctrl-8 с помощью USB-кабеля. Он будет автоматически распознан и значок контроллера появится в рабочей области. Если прошивка контроллера не обновлена, RDNet предложит обновить прошивку. Нажмите ОК и зайдите в расширенное меню, выберите обновление прошивки для Ctrl-8. Выберите нужную прошивку и нажмите Открыть. Теперь нам нужно отключить и снова подключить USB-кабель, не выключая контроллер. Вы можете видеть, что он отключился и подключился снова. Прошивка загружается. После этого надо отключить и снова подключить USB-кабель. И теперь контроллер обновлен в соответствии с версией RDNet, установленной на компьютере. Удобно, что все прошивки устройств RCF автоматически устанавливаются в нужную папку. Как мы видим, в нижней левой части программного интерфейса прошивка обновлена. Теперь мы готовы настроить некоторые параметры Ctrl-8. Нажатием кнопки Net можно изменить имя контроллера. Если контроллер будет использоваться через Ethernet, надо установить правильный IP-адрес. Можно работать с DHCP, но в этом случае нам понадобится свитч между компьютером и контроллером с включенным DHCP сервером. Обычно Ctrl-8 используется со статическим IP-адресом. Например, давайте наберем 192.168.10.10 и нажмем Send. Теперь IP-адрес зафиксирован. Если SD-карта вставлена в слот на передней панели Ctrl-8, мы можем получить доступ к содержимому карты. После форматирования карты мы можем сохранить наш проект, чтобы он был привязан не к компьютеру, а к контроллеру. Как правило, соединение по витой паре больше подходит для больших площадок. Преимущество использования Ctrl-8 через Ethernet также заключается в возможности размещения его на сцене и управления системой непосредственно из пультовой. Важно помнить, что для правильной работы USB-кабель не может быть длиннее 4 метров. Для витой пары с разъемами RJ-45 можно работать на расстоянии до 100 метров. Более того, мы можем использовать беспроводной коммутатор, работающий с протоколом TCP-IP для связи с Ctrl-8. Зайдите в раздел «Свойства внутренней сетевой карты компьютера», далее «К свойствам TCP-IP» и установите статический IP-адрес в соответствии с той же подсетью, которую мы установили в Ctrl-8. Напомню, что в Ctrl-8 мы установили 192.168.10.10.10.9, поэтому подсеть равна 10. Давайте установим IP-адрес 192.168.10.1 с маской LAN по умолчанию. Нажмите «Применить» и «ОК». Сетевые настройки завершены. Во второй части наших видеоуроков мы рассмотрим режимы работы RDNet и параметры устройств. Спасибо, что смотрели нас.